Уважаемые дамы и господа, подслушанный телефонный разговор между уполномоченной по внешним делам Кэтрин Эштон и эстонским министром иностранных дел Урмасом Пайетом дает понять, что снайперы на Майдане не могли действовать по заданию свергнутого украинского президента Януковича. А появившиеся в YouTube записи телефонного разговора в эстонском министерстве иностранных дел заявили как о подлинной. В этой записи содержится высказывание Пайета после визита влиятельной активистки Ольги Богомолец в конце февраля. Что очень беспокоило, Ольга тоже сказала, что все доказательства показывают, что одни и те же снайперы стреляли в людей с обеих сторон, и в Беркут, и в демонстрантов. Она показала мне несколько фотографий и сказала, что она как врач может судить, что речь идет об одном и том же почерке, одних и тех же пулях, рассказал Пайет Кэтрин Эштон, по телефону и добавил. Это действительно очень беспокоит, что новая коалиция не хочет расследовать, что действительно случилось. Поэтому все больше распространяется мнение, что за снайперами стоял не Янукович, а кто-то из новой коалиции. Но Кэтрин Эштон не стала вдаваться в подробности, высказыванные Пайета, и без стеснения продолжила разговор. Дамы и господа, этот факт, что революции без погибших не могут развернуться по-настоящему, только трупы действительно заостряют происходящее и приводят существующее правительство к падению. Это можно было уже наблюдать при многочисленных переворотах во всем мире. Украинскому правительству в беспорядках ни в коем случае не нужны были мертвые. Трупы имеют смысл только для тех сил, которые теперь захватили власть в свои руки, так как они делают законный переворот. Будьте критичны к официальным сообщениям СМИ и поддерживайте независимые порталы, такие как Кляге Мау Ти Ви. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok